Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня в нашей студии врач-педиатр-инфекционист, заведующая педиатрическим отделением Одинцовской областной больницы Анастасия Юрьевна Дягилева. Здравствуйте, Анастасия Юрьевна. Пригласили вас не случайно, потому что сейчас, конечно же, увеличилось количество обращений в детские больницы со стороны родителей, детей. Выявляется рост вирусных заболеваний. Как обстоит дело в нашем округе? Да, сейчас сезон вирусных заболеваний. Не могу сказать, что есть какая-то вспышка глобальная, о которой стоит говорить. Но заболеваемость, естественно, сезонно поднялась. Болеют и детки, и взрослые. Школы все работают, карантинов пока нигде нет. Поэтому заболеваемость, в принципе, считаем под контролем. Но все-таки, опять же, это связано с погодными условиями. Какая это часть? Ну, сырость, конечно, благоприятствует развитию вирусов. Все-таки, что такое ОРВИ? Что такое ОРВИ? Вирусная инфекция. Вирусная инфекция, как правило, она связана с верхними дыхательными путями. Верхние дыхательные пути – это то, что у нас начинается от носоглотки и заканчивается бронхами. Вирусная инфекция, чем характерна? Она очень контагиозна. То есть ей легко заразиться от человека к человеку. Соответственно, скучность помещений, то есть детские сады, школы, торговые центры. Везде, где много народу. У нас сейчас прошли праздники, новогодние елки, где дети вместе с мамами. А билет же мы купили, а если сопли, то все равно же пойдем. Ну и, соответственно, поэтому за счет быстрой передачи, да, получается, что болеют много. Какие симптомы? У вирусной инфекции – это подъем температуры. Ну, вирусная инфекция, их много, да. Есть легкие вирусные инфекции, есть, если мы говорим о таких, как грипп, это уже более тяжелые вирусные инфекции. Обычно это повышение температуры, какие-то, ну, катаральные явления, может быть, насморк, может быть, боль в горле, кашель. Ну, в принципе, это основные симптомы. Что, в первую очередь, должны сделать родители, как только ребенок пожаловался на недомогание, и они видят, что появились и сопли, и кашель, и горлышко красное? Что-то с ребенком не так. Наверное, стоит отказаться от похода в кино. Ну, первое, что должны сделать родители, когда увидели у ребенка, у себя какие-то признаки вирусной инфекции, это они должны остаться дома. Это первое. И очень важно как раз для распространения вирусной инфекции. Билеты горят. Здоровье важнее. Здоровье и свое, и здоровье окружающих всегда важнее. Есть определенные меры, которые, в принципе, доступны всем, и мы всегда, и участковые педиатры, и мы в стационаре, всегда всем о них рассказываем, что у ребенка должно быть комфортное пребывание во время вирусной инфекции. То есть, у ребенка должно быть не жарко в комнате, увлажненный воздух, ребенок должен хорошо и обильно пить. И вот к вопросу, да, о чудо-таблеточке, которая вдруг поднимет иммунитет, таких таблеток нет. Это говорю не я, это говорит Всемирная организация здравоохранения, но нет таких таблеток. Что могут сделать родители? Родители могут укрепить местный иммунитет ребенка. Что такое местный иммунитет? Местный иммунитет – это слизистые оболочки. Слизистая оболочка носа, слизистая оболочка рта. Соответственно, что для этого нужно делать? Увлажнять слизистые оболочки. Увлажненная слизистая оболочка – высокий местный иммунитет. Сухая слизистая оболочка – низкий местный иммунитет. Соответственно, все эти меры родители вполне могут предпринять дома до прихода врача, ну и после прихода тоже. Но в любом случае, как только появились первые симптомы и признаки заболевания, необходимо обратиться в стационар. То есть, нужно ли ехать сразу в больницу или стоит вызвать врача на дом? Нет, конечно, вызывают участкового педиатра. Педиатр приходит, а вирусная инфекция, ну как бы, вирусной инфекцией рознь. Ребенок может быть болен вирусной инфекцией, при этом скакать, прыгать по этой шведской стенке дома, и вообще не проявлять никаких симптомов, кроме насморка и единичного кашля. А бывает вирусная инфекция, когда ребенок лежит и не может встать. Ну, то есть, это признаки интоксикации. И, соответственно, тогда, конечно, уже предпринимаются другие меры, но в любом случае ребенок должен быть осмотрен участковым педиатром, и участковый педиатр уже, исходя из состояния, примет решение, нужно ли ребенка госпитализировать, или он может полечиться дома. Все-таки чаще всего в каком состоянии к вам попадают дети? В инфекционное отделение, у нас педиатрическое отделение, но в Одинцовской областной больнице есть инфекционное отделение, попадают дети уже в среднее тяжелое или тяжелое состояние. То есть, когда родители не могут справиться, например, с высокой температурой. Когда она очень высокая, плохо поддается снижению обычными лекарственными препаратами, которые доступны всем. Соответственно, тогда ребенок уже госпитализируется. Либо когда есть какие-то осложнения, например, бронхолегочная система, бронхиты, обструкции, пневмонии, бывает и такое. Тогда, да, это лечится в стационаре. Если говорить о гриппе, то за последние годы количество детей, которые подвержены этому заболеванию, снизилось вследствие вакцинации. Потому что так масштабно ежегодно проходит вакцинация и детского и взрослого населения против гриппа. Вот все-таки дает это свои плоды? Да, вы знаете, и это очень приятно, и хорошо, что вы спросили, потому что с каждым годом у нас все больше и больше. Ну, прям вот в прогрессии растет число прививающегося населения. И, конечно, гриппа меньше. То есть, были года, когда у нас были сильные вспышки, были года, когда меньше. Этот год не относится к году сильных вспышек. Заболевание не взяло верх над нами. Поэтому вакцинация от гриппа – это очень хороший шаг. И это то, как раз, что родители могут сделать, если они хотят избежать массового заражения вирусных инфекций. Помимо вакцинации от гриппа, существуют еще вакцины против пневмококовых заболеваний. Это пневмо-13, пневмо-33, если я все правильно называю. Вот как врачи-инфекционисты относятся к ним, и действительно ли они тоже помогают, в общем-то, закалить организм ребенка и противостоять болезням? Конечно. Прививая ребенка от пневмокок. Ну вот, берем ребенка, прививаем его от пневмокока. Ребенок идет в детский сад, в школу, в организацию какую-то, и встречается с пневмококом. Так вот, ребенок, не привитый от пневмокока, может заболеть пневмококовой пневмонией. С большей вероятностью, чем ребенок, который привит. То есть ребенок, который привит, он уже знает, что такое пневмокок. Он или пройдет мимо него, ну, говоря таким обыденным языком, или, может быть, он с ним и, ну, поздоровается и даже примет его в свой организм, ну, так ненадолго, скажем так, и не закончится эта пневмония. Поэтому вакцинация – это основа профилактики всех вирусных инфекций. Ну и, опять же, я правильно, наверное, скажу, что вакцинация – это не гарантия, наверное, 100% того, что человек не заболеет гриппом или какой-то сложным видом, например, пневмонии. Но это все-таки является гарантией того, что даже заболев, он выйдет из болезни с наименьшими потерями, потому что все мы прекрасно понимаем и знаем, что и грипп, и ОРВИ, они могут дать серьезное осложнение на другие органы. Конечно. Гарантия… Нет, это не 100% гарантия. Зависит от многих факторов. Мы, например, от гриппа прививаемся ранней осенью. Но ведь человек может повстречаться с гриппом и ранней весной, то есть ранней осенью он привился. Прошло там почти полгода, ну чуть меньше, и он повстречал… Понятно, что у него иммунитет уже ослаб. То есть вот эта вот реакция, которую дала прививка, да, и напряженность иммунитета уже меньше. Да, он может заболеть гриппом, но он не перенесет его в такой сильной форме, да, как человек не привившийся. И, ну, даже если не прошло это время, даже если человек там сразу заболел, все равно это не будет так тяжело. И я могу сказать, что, ну, это точная информация, что из всех летальных случаев грипп не было ни одного случая, я говорю про прошлый год, да, в Московской области, не было ни одного случая летальности у привитого человека. То есть все летальные случаи – это были люди непривитые. Все-таки а как относятся врачи к родителям, которые полностью отказываются от вакцинации? Или вы их не переустаете, переубеждаете? Ну, у нас нет права относиться как-то к родителям. Мы относимся к детям, и наша задача неважна, привит ребенок, не привит ребенок. Нам все равно его нужно лечить. Но, конечно, и санпросвет работы, и на участках, и у нас, и после перенесенных, вот у нас лечатся детки с пневмониями, да, в стационаре. Когда мы их выписываем, мы обязательно всем рекомендуем, после выздоровления уже окончательного, прививаться от пневмокока. То есть работы с родителями ведем по мере сил, возможностей, и, в принципе, получается. Чем опасен грипп, и вообще, чем опасны вирусные заболевания, которые не лечатся вовремя? Пренебрегаются советами и рекомендациями врачей, а все-таки, например, родители думают, ну, немножечко сопли, ничего страшного, ну, горлышко красное, попьем чай с лимоном, и все пройдет. Ну, опасны осложнениями, естественно. Какие это могут быть осложнения? Ну, самое страшное осложнение гриппа – это пневмония. Гриппозная пневмония лечится очень тяжело. Ну, грипп – одно из немногих вирусных заболеваний, против которого мы имеем лекарства, да, то есть в отличие от всех вирусных инфекций, где мы не имеем конкретной точки приложения, да, лекарств, от гриппа есть лекарство, но есть в России, и мы его применяем, но применять его, опять же, нужно с первых дней, да, если мы ставим диагноз грипп. Поэтому запущенные случаи, и уже те, которые попадают в тяжелом состоянии в стационар, ну, конечно, это бронхолегочные заболевания, это потом дыхательная недостаточность, и бывает, что не удается спасти. Поэтому все-таки нужно следовать всем рекомендациям врачей, и, конечно, тем более, они не такие сложные. Анастасия, ну, не могу не задать этот вопрос, коронавирус, знаю, что вы, как врач-инфекционист, наверняка держите руку на пульсе. Ну, я просто даже не знаю, вот у меня из списка контактов, мы в телефоне, мне кажется, ни одного не осталось, кто за эту неделю бы мне не написал. Настя, как обстановка, да, что происходит? В Москве, как будто, ну, в общем-то, да. Да, ситуация действительно волнующая, и меня эта ситуация волнует, ну, любого здравого человека, да, она волнует, беспокоящийся о своем здоровье, о здоровье своих детей. На данный момент, вот на сегодняшнюю минуту, когда мы с вами разговариваем, данных о случаях коронавируса, подтвержденного в Российской Федерации, нет. Этот, ну, случай подтвержденный есть в Китае, в Пекине даже есть 9-месячный ребенок, то есть вот это единственный самый такой, ну, маленький возраст заболел. Это подтвержденный случай. Есть там около, ну, 5 случаев в США тоже подтвержденный, но это люди, приехавшие из Китая. В России подтвержденных случаев пока нет. Да, вирус есть, вирус, ну, доказано, что вирус животного происхождения. На данный момент заражение происходит от человека к человеку. Случаев заражения, вот на данный момент от животного я не слышала. То есть остановились на том, что от человека к человеку. Хорошая новость, геном вируса расшифрован китайскими учеными. То есть мы можем надеяться на вакцину. Конечно, это будет не скоро, и я думаю, что уже не так актуально. То есть вспышка все равно пройдет, но на вакцину надеяться можно. Что нужно делать? Ну, не паниковать, по возможности не вылетать в страны, которые находятся близко, или в сам Китай, избегать скучности народа. Для справки, при коронавирусе, вот R0, да, это репродуктивное базовое число. Ну, таким языком простым говоря, это сколько, например, человек болеющий, да, может заразить вокруг себя человек. Вот, например, там, при гриппе, да, это около двух. То при коронавирусе это где-то 2,5-5. Ну, то есть в среднем 3-4 человека заражают вокруг себя. Ну, для сравнения, при коре это 12-18. Поэтому нет, ни в коем случае не поддаваться общей панике. Никаких лекарств от коронавируса не существует, ни одного. То есть этот вопрос тоже витает в воздухе. Этот вопрос, два вопроса. Вам уже набило скомину. Два вопроса. Первый. Правда ли, что этот препарат помогает? Нет, я уже выхожу в аптеку. И второй вопрос. Можно ли получать посылки из Китая? Два вопроса, которые просто волнуют всех. Препараты не существуют, посылки получать можно. Вирус так долго не сможет чисто физически выжить на ваших посылках из Китая. Поэтому меры абсолютно стандартные. Я их просто еще раз повторю. Избегать скучных мест, избегать поездок и перелетов в те места, где вирус есть и он подтвержден. Увлажнять воздух в помещении. Влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. Проветривать помещение. Ну и общие укрепляющие меры, да, закаливание, витамины и так далее. Анастасия Юрьевна, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что сегодня мы немного успокоили наших телезрителей. Они не поддадутся панике. Да, я тоже на это рассчитываю. Спасибо. Вы смотрели «Формулу здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин